Сегодня в Хабаровск доставили партию доступной рыбы. В ближайшее время она появится в одном... Под государственную программу на корме дальневосточной рыбы всю Россию выгребли всю рыбу, которая пришла на нерест, то есть размножаться, в устье Амура и обеспечили нашей рыбой всю Россию. Подобный фокус можно будет проделывать еще три года. Они и планируют это сделать. Лососевый имеет четырехлетний цикл размножения и, выполнив подобные продразверстки силами узаконенной зондеркоманды промысловиков, в кавычках, естественно, в 2018, 2019 и 2020 годах экосистема Нижнего Амура рухнет. Доступно? Повторять не надо? И это только во-первых. Во-вторых, очень много людей на Дальнем Востоке, для которых рыба является существенным источником питания. И именно дешевая рыба, и не та, которая прилетит к нам через Москву, и не та, которая стоит якобы 36 рублей, которая есть на бумаге, есть в газете, везде, блин, есть, а по 36 рублей в магазинах ее нет. Эти люди лишены пищевой базы. Ну и сами виноваты. Не вписываются в рынок. В-третьих, когда в 2021 году рыбы, истребляемые подобным законным ловом, действительно не будет, тогда они пожмут плечиками и скажут, «Ну, так получилось. Кто ж знал, хотели как лучше, а получилось вот так». Вы понимаете, что это такое? Да это диверсия, каких Дальний Восток со времен Трепицына не видывал. Лишить людей Дальнего Востока пищи, добить экологию Нижнего Амура, что до сих пор не удается бьющейся в агонии вершинки, а потом и экологии всего Дальнего Востока, а потом и всю страну оставить без Дальневосточной рыбы. Это немыслимо просто. И что, никто ничего не видит? Так пора уже следствие начинать. Может быть и в других регионах рыбодобывающих законные рыбопромышленники творят то же самое. Пора мелких крадунов амнистировать. Надо тюрьмы готовить перед большим уголовным процессом. Или может быть они уверены, что в 2021 году с них уже и спросить будет некому? Может они что-нибудь там задумали себе? А вот давайте, не будем громких слов, а вот это вот мы Владимиру Владимировичу подскажем. Пусть разберется, что они там задумали. Есть у меня знакомый рыбодобудчик и переработчик. Так он говорит, что он также занимается и рыборазводом. Назвал какой-то завод. Я не слышал про такое. И хотел я его загуглить. Да передумал. И попросил я этого человека. А теперь попрошу всех законных промысловиков, набравших квот под рыборазводные заводы, о следующем. Ребята, когда не было ваших так называемых рыборазводных заводов, рыбы хватало всем. Людям, зверям, медведям и медведевым. Но теперь, когда пришел ваш рыборазводный прогресс, рыбы у нас в Нижнем Амуре не стало. Возможно, это потемкинские заводы, а? Или вы, утратив рассудок в погоне за американской бумагой, тут же вылавливаете все, что выпустили? Что, совсем на букву ЙО? Или еще что-то, что я упустил? Что, что, что? Давайте разбираться. Это видео не последнее. Мы работаем дальше, публично выражая неинтересное чиновникам мнение людей. Также, как и не последним будет письмо, направленное Генеральному прокурору России, кстати, нашему земляку, и чтобы там набежавшие тролли Навального и прочих пиндосов не верещали в комментах, прокуратура России обязана отреагировать на подобные заявления, и она отреагирует. Когда мы методично, в нескольких письмах, объясним, что вы здесь натворили. Попытайтесь хотя бы снова стать людьми. Вы провоцируете людей, сами таковыми не являясь. Вы ждете, что мы, подобным бесам, потеряем рассудок и наделаем глупости, а вот и не дождетесь. Но мы добьемся вашей пожизненной ссылки в Пиндосе. Ставьте лайки, классайте, делитесь, продвигайте видео. Всем нашим слушателям желаю здоровья, терпения, мудрости, и самое главное, радости. Всегда будьте радостны. Ничего не бойтесь и не верьте журналюгам. Нижний Амур я наша, спасем Амур, спасемся сами.